До перерыва мы с вами закончили на обсуждение эмбриогенеза и посмотрели, какие части внутренних органов, каким образом, в какой последовательности формируются. И вот теперь нам нужна будет еще одна на эту же тему картинка. Берем эмбриончик, примерно вот на это есть немножечко пораньше, только начинается закладка внутренних органов. Обратите внимание, вот эта желтая штриховка соответствует каким будущим окнам? Что из этого возьмется? Бочки. Нет, бочки. Желтая штриховка. Да, мышцы спины. Мускулатура спины. Так вот, оказывается, если бы на предшествующих этапах посмотреть на эмбрионоскулку, картинку какому бы он наблюдает? Вот газ туда. Мы ничего не разрезаем. Это никакой не разрез. Так? Вот с этой стороны первичный рот. На пленом этой, да, корда начинает, корда вот здесь сложилась, корда начинает вот так выдвигаться. Над ней выдвигается нервная трубка, вырастает вот такой отросток над первичным ртом. А с этой стороны начинает возникать вот такой пузырь. Все больше, больше, больше. Это голова. Вот это что начинает расти? Голова. Это голова. А это что? Хвост. А это хвост. На этом же это слои мезодерма, идущие вдоль корда. Вот они вот так вдоль спины идут, да? Делятся на дольки. Нарезной хлеб, представляете, бакончик, который имеет такую насичку. Представляете, да? В результате вот как выглядит мышечная порция. Вот эта штука очень важная, поэтому чуть-чуть больше внимания. Допустим, вот этот разрез стоит вот здесь, между двух порциями. Сдвигаясь чуть ближе к голове, что тут же на разрезе видно становится. Я сдвинулся вот из этой позиции вот сюда. Чем из-за них картинка разрезана. А все еще хруст, да? Вот такой стиль. А это вот эта, дополнительная порция мышц. Понятно? Ясно. Ну, не гладкий слой мышцы, а вот такая серия выступов. Каждый такой мышечный выступ называется миомер. Миомер. Миоз мышца, миоз единица строения. Именно внутри каждого миомера, вокруг хордая, начинает образовываться свое жесткое фольксоро. Которое затем во что превратится? В позвонок. В отдельный позвонок. Так? Именно внутри каждого миомера, от нервной трубки, начинают отходить длинные проводящие шнуры. Что это за шнуры такие? Будущие шнуры? Ну-ну-ну-ну, от нервной трубки. Мерная? Да, спинно-мозговые нервы. Ага. А вот здесь, в стороне жиротая, с ним таким, продолжим, вот зона этого миомера. Понятно, что вот здесь полость тела, вот эта полость. Там внутри кишечник висит, там внутри плавные органы, органы выделения и все прочее. Это ясно? Да. А в стеночке? А в стеночке в каждом миомере начинает расти вот это. А это что? Орел. Ребро. Ребро. Так что миомеры задают положение серийных органов. Позвонков, спинно-мозговых нервов, рюбер и так далее. Когда я мериночек подрос, два миомера, точнее две пары миомеров сойдут с ума. Сойдет с ума вот эта пара миомеров и вот эта пара. Обратите внимание, оба относятся к головному отделу, к туловичному или к хвостовому? Туловичному. К туловичному. Здесь у нас полость тела с внутреннего органа. Так? Что значит сошли с ума? Они стали расти в 10 раз быстрее, чем остальные. В результате в этих местах формируется вот такой выисток. И вот такой выисток. Что это за выистки такие? Это будущие конечности. Вот эта заготовка, из которых оживаются конечности, так, миомерная заготовка, будет называться почка конечности. Потом там внутри возникают кости. Происхождение костей вообще чертовски интересная тема. Но в этом курсе у нас на это просто времени не хватит. Все. Вот теперь мы знаем, ну точнее пока не знаем конечно. Я первый раз вам это дело рассказал. У вас это все еще не в активе. Но если немножко повозиться, то можно привыкнуть к представлениям о порядке развития и положении окна внутри тела. Вот теперь мы...